Здравствуйте! Чтобы снизить вес после карантина быстро, легко, правильно и без риска для вашего здоровья, нужно учитывать некоторые нюансы. Поэтому в этом видео я расскажу вам простой и исполнимый способ, как приготовить кофе для похудения правильно. Учитывая то, что в условиях современных после карантина вы находились долгое время в состоянии гиподинамии и ослаблена сердечно-сосудистая система. Иными словами, спорт не для вас. Нужно правильно питаться. И в этом видео я расскажу вам про один из своих элементов системы похудения под названием СССР. А именно кофе для похудения. Итак, что мне для этого нужно? Ну, конечно же, нужен кофе. Я вначале сейчас запущу процесс и расскажу, почему, где и как. Почему каждый элемент системы очень важен, чтобы не запороть ваше сердце. Чтобы похудение было не последним в жизни. А использовать можно и тем, кому до 40 лет, и тем, кто старше 40, старше 50, старше 55 лет. Тоже можно использовать этот способ. Итак, кофе. Чайная ложка. Второй обязательный элемент. Сахар. Чайная ложка. Третий обязательный элемент. Кардамон. Одна штука. Очищенная вода. Запускаю в кофеварку. И пока она готовит, я объясню, почему эти компоненты важны. И почему гиперважен еще один компонент, который появится в самом конце. Итак. Часто используют кофе для похудения. И я вас понимаю. Кофе стимулирует обменные процессы. Усиливает расщепление жиров. Особенно, если зеленый кофе используете. Но. Это вопрос дискутабельный. Зеленый, обжаренный. Конечно же, хлорогеновой кислоты больше в зеленом кофе. Но она не единственный фактор, который способствует похудению. Все-таки кофеин более важен. Но. Кофеин усиливает работу сердечно-сосудистой системы. Если вы были в карантине и даже не набрали вес, то я вас уверяю, ваша сердечно-сосудистая система ослаблена. У вас вес не изменился, но объем мышечной ткани уменьшился, объем жировой увеличился. Иными словами, у вас вес остался прежним, но у вас ожирение уже присутствует. И с ним нужно справляться, нужно правильно разогреть обменные процессы. Помочь вашей сердечно-сосудистой системе это сделать. И когда используете чистый кофе, неважно, эспрессо, американо, либо кофе по-турецки. Но. Кофе и вода у вас появляется проблема. Кофе стимулирует сердечно-сосудистую систему, а защиты нет. Вот поэтому, для того, чтобы защитить вашу сердечно-сосудистую систему, нужны все три дополнительных ингредиента. Первый это сахар. Он увеличивает растворимость агликонов, биофлавоноидов, превращает их в ликозиды. А гликозиды биофлавоноидов, известные противовоспалительные, противораковые средства, хорошо регулируют тонус сосудов. Иными словами, такая добавка к кофе, да, несколько добавит калорийность. Калорий 5 грамм сахара принесут аж 20, но это ничего по сравнению с обычным приемом пищи. Цена кофе, если вы возьмете дорогую арабику по 1000 гривен килограмм, у вас будет напиток стоит уже 5 гривен. Если по 200 гривен, то 1 гривну. Сахар можно не учитывать. Почему кардамон? А кардамон помогает сдерживать негативное действие кофеина на сердечно-сосудистую систему. Там тоже своя группа биофлавоноидов, которые обладают защитными, протективными свойствами. Иными словами, ваше сердце будет работать интенсивно, но под защитой. Почему очень важен следующий компонент? Он самый калорийный, он принесет примерно 80 килокалорий в финальный напиток. Но! Это еще одна система стабилизации кофеина. И это очень важно использовать. Более того, когда этот компонент появится в напитке, цена где-то 150, если пересчитать, то получится где-то около 3 гривен. То есть, иными словами, от 5 до 10 гривен, если учитывать кардамон. Одна штучка стоит примерно 1 гривен. Ну, такая цена сегодня. Но, тем не менее, этот компонент очень важен. И он стабилизирует и кофеин, и даст вам калорийность, и превратит в жестко стимулирующую сердечно-сосудистую систему. Все-таки кофе с сахаром и кардамоном. Достаточно жесткий стимул. Превратит в полезный продукт питания. Больше того, можно использовать как перекус. Можно первые половины дня использовать только на ночь. Не используйте, потому что все-таки кофе стимулирует сердечно-сосудистую систему. Этот очень важный компонент, который появится сейчас в финальном напитке. Это необезжиренное горячее молоко. 2,5% жирность. И мы получаем прекрасный напиток, который можно использовать и как перекус. Один-два раза в день, лучше в первую половину дня. И просто как хороший тонус с утра. Несмотря на то, что кальций в этом случае плохо усваивается. Но кальций молока нужен в данном случае утром не для того, чтобы остаться в вашем организме. А для того, чтобы щавелевая кислота, которая находится в кофейном зерне, не вынесла остатки кальция из вашего организма. А заодно и магния. Иначе, если вы будете пить кофе без молока, снижается уровень кальция, снижается уровень магния. Не только костная ткань страдает, но и ваша нервная система. Особенно нервная система окружающих. Потому что снижение магния – это повышенный уровень стрессовой активности, стимулируемый кофе. В такой комбинации, ваша нервная система в порядке, а вес постепенно снижается. И вы можете использовать такой перекус из моей системы похудения СССР в любое время дня, исключая на ночь. Для того, чтобы более правильно подобрать для себя количество кофе, сорт кофе, я бы советовал вам найти в интернете мою книгу «Почти все о кофе» или «Кофе, рейдж и алоэ, вера и ваше здоровье», в которых много. Тут 43 кофейных теста, в этой уже 68, которые помогут вашей сердечно-сосудистой системе работать правильно. Особенно это важно в условиях пандемии COVID-19. К сожалению, пандемия будет не один год. И нужно правильно распределить силы и средства и сердечно-сосудистой системы, и иммунной системы на достаточно продолжительной дистанции. И в случае встречи с коронавирусом вы будете знать, что делать, для того, чтобы выйти из болезни А – здоровым, А – сказал бы даже живым, потом Б – здоровым, а еще и с иммунитетом. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами «Крепкого вам здоровья» и разумного к нему отношения. Ну, а если вы хотите узнать больше полезной информации для вашего здоровья – не вопрос. Станитесь подписчиком моих каналов «Доктор Скачко» и «Школа доктора Скачко» – это YouTube. Там сотни полезного видео для вашего здоровья. До новых встреч на моих видеоканалах и приятного вам снижения веса, правильного снижения веса по системе диетолога «Скачко».